Добрый вечер в студии Елизавета Шушеначева и прямо сейчас о главных событиях дня. Мощный взрыв на военном полигоне в Крыму. Власти объявили об эвакуации жителей четырех регионов. По предварительным данным погибших нет. ЧП произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту. Как правило, сейчас кто едет в Крым, это больше формат таких самостоятельных путешественников, которые находятся в нашем юге. Как события в Крыму и на Крымском мосту повлияли на курортный сезон на полуострое? Отменят ли отдыхающие путевки и брони в отелях? Мнение туристов и туроператоров изучал Анатолий Качаев. Все подробности через несколько минут. Бедный ребенок из комнаты в комнату бегает от нее. Красноярка пожаловалась на громкий плач соседского ребенка. Что делать в таком случае? Нужно ли звонить в полицию или органы опеки? Обсуждаем сегодня вместе с телезрителями. На этом месте в районе Дрокино через пару месяцев, по идее, должна быть новая развязка. Строительство началось еще в 2019 году. Но, как мы видим, работы еще далеки от завершения. И, несмотря на будний день, строителей на площадке нет. Работы идут с явным нарушением срока, хотя развязку должны были сдать уже этой осенью. Сибиряка отстранят от строительства развязки в Дрокино. Подрядчик не укладывался в сроки. За четыре года работы стройка почти не сдвинулась с места. Когда дорогу достроят? В Крыму вспыхнул пожар на военном полигоне. Более двух тысяч жителей окрестных сел в Кировском районе эвакуировали. Из-за возгорания перекрыт участок трассы Таврида. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Транспорт перенаправляют по региональной сети через Старый Крым и Первомайское по Старой Керченской дороге. Как сообщают очевидцы и телеграм-каналы, огонь охватил полигон еще утром. Однако оттуда до сих пор доносятся взрывы. Создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации на полигоне. На ликвидацию последствий пожара понадобится день-два, заявляют крымские власти. По данным Аксенова, пострадавших нет. Причины возгорания установят следственные органы. Скорых помощи достаточно дежурит на месте в каждом населенном пункте, включая пункты временного размещения. Пострадавших на сегодняшний день нет. Помощи посторонней республике Крым не требуется. Силами Министерства внутренних дел, ФСБ и так далее, коллеги, ликвидация последствий будет произведена в кратчайшее время. Людям оказывается вся необходимая помощь. Прошу всех соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, лучше которые размещаются на моей странице. В Кремле заявили, что пока не знают о причинах возгорания на полигоне в Крыму. Дмитрий Песков уточнил, что вся информация передается Владимиру Путину. По словам пресс-секретаря президента, ситуация уточняется. После всех событий в Крыму и на Крымском мосту российские туристы начали отказываться от отдыха на полуострове. Об этом говорят туроператоры. Большинство тех, кто хотел посетить полуостров в ближайшее время, возвращают путевки обратно или отменяют брони в отелях. Но есть и те, кто все же не отказывается от запланированного отпуска, в ситуации разбирался. Анатолий Качаев, он сейчас в студии. Толя, что сегодня происходит с курортным сезоном в Крыму? Лиза, да, ситуация с курортным сезоном в Крыму, конечно, неоднозначная. У многих поездка в Крым стоит под вопросом, растет количество отказов от отдыха на полуострове. Это зафиксировали и системы бронирования отелей. Произошло это после взрыва на Крымском мосту. Напомню, после этого случая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Ведомстве заявили, атаку на мост совершили украинские спецслужбы. По данным системы островок.ру, это портал по бронированию отелей, отмены брони в гостиницах после атаки на мост выросли в два раза по сравнению со средними значениями сезона. Какие-то туристы обеспокоены вопросом безопасности полуострова. Кто-то считает, что путешественникам даже с детьми ничего не угрожает. Вот что пишут люди в социальных сетях. Это насколько должно быть наплевать на собственную безопасность, чтобы ехать в те края? Ну, наконец-то! Совсем у людей чувство самосохранения пропало. Что вы жути наводите людям? Там все тихо и спокойно. Народ отдыхает. Все отлично. С 2014 года меньше всего хочется отдыхать в Крыму. Сейчас лучше отдыхать в Хакасии. На Байкале, на Алтай. Но не там. ТВК связались с местной жительницей полуострова Лилией Ефановой. В Симферополе она живет уже год. Переехала туда из Красноярского края. Девушка отмечает, что жители Крыма чувствуют себя в безопасности. Говорит, многие после 2014 года закалились событиями. Напомню, в 2014 году Крым по результатам референдума присоединился к России. Не то, чтобы мы были морально к этому готовы, но уже относимся к этому более спокойно. Но так, чтобы мы жили каждый день на пороховой бочке, нет. Я не знаю, может быть, это уже такое... Не знаю, так адаптировались люди, что все, что, конечно, происходит каждый день. И беспилотники, вот эти все сообщения нам в соцсетях и мессенджерах прилетают. Да, мы все это видим. Но, знаете, как-то уже адаптировались и относимся к этому спокойно. Руководитель туристического агентства Анастасия Бледных отмечает, после начала специальной военной операции спрос на путевки в Крым упал. Связано это с тем, что авиасообщение с Симферополем приостановили. Добраться можно было только проездом, сухопутным путем и через водную переправу. На сегодняшний день добавился еще один транспортный маршрут из Джанкоя через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь. И с выездом в Ростов-на-Дону. В памятке от Народного фронта указано, что автозаправки на трассе через каждые 50-100 километров. Но и линия фронта от трассы примерно на таком же расстоянии. Путешествия приобретают самостоятельный характер, без участия туристических агентов. Людей привлекают цены за номера в отелях. Они ниже, чем в прошлых годах. Также предлагают скидки. По этой причине чаще всего добираются до полуострова те, кто находится с ним рядом. А именно люди из южной части России. Как правило, сейчас кто едет в Крым, это больше формат таких самостоятельных путешественников, которые находятся на нашем юге и просто взяли машину в аренду, либо даже проживают на нашем юге в Краснодаре, в том же самом, в Ростове, в Сочи, в Адлере. И они просто самостоятельно сейчас, во время своего отпуска, понятно, решили что-то посетить новое. Кроме тех, кто едет в Крым за свой счет, также туда отправляют по санаторно-курортным путевкам инвалидов, многодетных и пенсионеров. И говорят, в случае отказа попадаешь в черный список на 5 лет. Если вдруг все-таки случилось так, что вы приобрели путевку в Крым, после чего передумали и решили аннулировать путевку, то действовать нужно по следующему алгоритму. В первую очередь обратиться к туроператору с письменной претензией, либо по почте России, либо через сайт туроператора. Второе. Попробовать обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации, на которое сейчас возложены полномочия по государственному контролю и надзору за деятельностью туроператоров. Ну и если ни один из этих шагов не поможет, тогда, конечно, обращаться в суд с требованием о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств. В 2021 году Крым принял за сезон 9,5 миллионов отдыхающих. В 2022 – 5 миллионов, почти в два раза меньше. По мнению представителей отраслей, общий турпоток в Крым неминуемо снизится. Ожидается, что в этом году полуостров посетят на 1,5-2 миллиона человек меньше, чем в прошлом году. Лиза, на этом у меня все. Спасибо. Это был Анатолий Качаев. Говорили о том, как события в Крыму повлияли на курортный сезон на полуострове. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в соцсетях, захотите к нам в Телеграм или в группу во Вконтакте. Этот выпуск и все его сюжеты будут на нашем Ютуб-канале. Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой в Махачкале переименуют. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Соответствующее поручение дано мэру и региональному министерству спорта. Меликов напомнил, что стадион назвали в честь олимпийской чемпионки в 2017 году без учета мнения горожан. Однако спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с Дагестаном. Глава региона заявил, цитата, «в честь Елены Исимбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России». Конец цитаты. Решение изменить название стадиона приняли сразу после того, как стало известно, что Исимбаева якобы переехала на Канарские острова. Об этом сообщало испанское издание. Сама спортсменка прокомментировала эту историю. Она заявила, что о ней распространяют фейковые новости и назвала себя человеком мира. Кроме того, спортсменка сообщила, что возобновляет работу с Международным олимпийским комитетом. Россия по этике проверила олимпийскую чемпионку и выяснила, что с 24 февраля 2022 года Исимбаева не имела контактных связей с вооруженными силами России или органами безопасности и не поддерживала спецоперацию в Украине. Напомню, в 2012 году Елена Исимбаева стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. А в январе 2020-го спортсменка вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции. Красноярка пожаловалась на громкий плач соседского ребенка. Крики за стеной жительница улицы Воронова, как она заявляет, слышит регулярно. Женщина поделилась видео, на котором слышен детский плач и крики взрослого человека. Кадры она отправляла в редакцию ТВК. Красноярка предполагает, что мать избивает своих детей. Бедный ребенок из комнаты в комнату бегает от нее. По словам Красноярки, эта семья снимает квартиру в доме на Воровново три месяца. И такие сцены происходят чуть ли не каждый день. Это бывает очень часто, чтобы вот прям так, когда этот особь дико орет на ребенка, и ребенок при этом прям рядает от боли. Но слышно, что ребенок от боли. То есть вот не то, что там морально его уничтожают, а физически причиняют боль. То есть ребенок рябет, рыдает. Он не просто плачет, когда ему что-то надо, вот он требует. Вот он плачет от боли. Красноярка рассказала, в очередной раз, услышав крик ребенка, она обратилась в полицию. В МБД ТВК подтвердили, что такой вызов был. Правоохранители выехали на место. К их приезду в квартире была мама с двумя маленькими детьми 2019 и 22 года рождения. Дома было убрано, и у детей не было следов избиения. Мама объяснила полицейским, что дети капризничали, как часто бывает в таком возрасте. Она долго не могла их успокоить. Ранее в поле зрения правоохранителей семья не попадала. Инспекторы ПДН провели беседу с мамой. Строительная компания «Сибиряк» не будет возводить развязку в районе Дрокино. Отстранить подрядчика решил в Рио губернатора Михаил Катюков. Около недели назад глава края посетил объект и убедился, строители отстают по срокам. В конце этого года подрядчик уже должен сдать готовый объект. Однако спустя 4 года на некоторых участках работы только в самом начале. Когда дорогу достроят, расскажет Анастасия Бирюкова. На этом месте в районе Дрокино через пару месяцев, по идее, должна быть новая развязка. Строительство началось еще в 2019 году. Но, как мы видим, работы еще далеки от завершения. И, несмотря на будний день, строителей на площадке нет. Работы идут с явным нарушением срока, хотя развязку должны были сдать уже этой осенью. Вот эти 8 километров трассы Р-255 «Сибирь» должны быть готовы к ноябрю. Однако ни новой развязки, ни полноценной дороги даже не видно. Как и не слышно звуков работающей строительной техники. Вместо этого здесь ржавые металлические и бетонные конструкции. А кругом все перекопано, повсюду песочные и каменистые горы. Строительством этой развязки занимается «Сибиряк». В 2019 году компания выиграла тендер. Ей выделили 2 миллиарда рублей на реконструкцию участка. Дорогу планировали расширить, установить новое освещение. Заказчиком было федеральное управление дорог «Енисей». Здесь должны увеличить количество полос до 4. Въезд и выезд на федеральную трассу станут односторонними. Общая длина новых дорог и путепроводов превысит 10 километров. Также по завершении работ установят освещение, знаки, ограждения и сигнальные столбики. Кроме того, на съезде к поселку Емельянова поставят динамическое информационное табло с информацией о дорожной ситуации. По мнению проектировщиков, существующая развязка не справлялась с транспортной загрузкой. А она в ближайшие 10 лет будет только расти. Поэтому реконструкцию дороги необходимо было завершить как можно скорее. Однако на днях эта стройка попала в поле зрения краевых властей. И выяснилось, подрядчик компании «Сибиряк» не успевает завершить работы в срок. Его пообещали сменить. Сам же основатель «Сибиряка» Владимир Егоров середины мая находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве. В июле ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. А с начала июня строительную фирму возглавляет заместитель Егорова Евгений Моисеев. Компании «Сибиряк» комментировать возможный срыв сроков строительства развязки в Дрокино и дальнейшую судьбу дороги сегодня новостям ТВК отказались. А почему вы звоните сюда, в «Сибиряк»? Строительством Дрокино занимается КДСК. Вот туда и звоните. К слову, «Сибиряк» – один из главных подрядчиков в Красноярском крае. Компания выиграла крупные торги на строительство многих дорожных объектов, в том числе Николаевский мост и развязку к нему. Список также должен был пополниться и новой развязкой в Дрокино. Однако, кто теперь будет строить дорогу – непонятно. По словам экспертов, работы готовы лишь на треть. На данный момент они приостановлены. «В настоящее время работы на объекте остановлены. До этого подрядчиком являлась ООО «Сибиряк», а также на субподряде числилась ООО «КДСК». Работы на объекте выполнялись абсолютно на разных участках. Это у нас путепровод, это сама трасса. Тем не менее, общая техническая готовность объекта в настоящее время составляет 26%. На реализацию объекта еще будет выделено примерно полтора миллиарда рублей». Работы планируют закончить к 2024 году. Но чтобы это сделать, необходимо найти нового подрядчика. Сейчас в «Сибиряк» направлено письмо о расторжении контракта. После его подписания объявят процедуру закупки. И там уже будет известно, кто станет новым подрядчиком. Что остается делать водителям сейчас? Ждать возобновления работ и верить в то, что новый подрядчик подойдет к своему делу ответственно. Анастасия Бирюкова, Анастасия Масленникова, Сергей Кашин. Новости ТВК. В Красноярске завершается период полномочий нынешнего созыва депутатов городского совета. Напомню, 10 сентября наряду с губернатором региона красноярцам также предстоит выбрать и городских парламентариев. Своих кандидатов представили КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Зеленые», «ЛДПР» и «Единая Россия». У партии власти на этот раз неординарный список. Это нынешний спикер городсовета Наталья Фирюлина, депутат краевого законсобрания Елена Пензина, мэр Красноярска Владислав Логинов, депутат Госдумы Юрий Швыткин, а возглавляет перечень в Рио губернатора Михаил Катюков. Политологи говорят, это нетипичная ситуация. Как заявили ряд экспертов из здания «Коммерсант», обычно губернаторы выступают в роли так называемых «паровозов» на парламентских выборах. Например, в этом году они возглавляют списки «Единой России» в большинстве регионов, где избирают новые созывы заксобраний. На выборы в горсоветы в этом качестве традиционно выступали городоначальники. Эта тенденция прослеживается в большинстве региональных столиц и в этом году, но красноярский мэр Логинов стоит далеко не первым. Кроме Красноярска, исключением также стал Архангельск. Там список в горсовет тоже возглавил местный губернатор. Что касается Красноярска, по мнению политолога Василия Дамова, поставить в рио губернатора во главу списка вынужденная мера и для Катюкова, и для горсовета. Я считаю, что причины основных две. Первая, типа 75%, с моей личной точки зрения, это абсолютно катастрофическая нехватка узнаваемых лиц у «Единой России» в городе. Причем это не плохая не просто нехватка, а катастрофическая абсолютно нехватка. Я посмотрел на списки депутатов горсовета, и я не знаю практически всех этих людей, которые там сейчас сидят. А вторая причина, как вы опять же сослались на коммерсант, на кого-то из аналитиков, о том, что это действительно имиджевая детка Катюкова в городе, которая в том числе должна ему помочь в избрании губернатора. Однако политолог Сергей Комарицын считает, что внесение Михаила Катюкова в список на выборы в горсовет – это ошибка, которая обернется в рио губернатора имиджевыми потерями. В пример Комарицын приводят выборы и при Петре, и Пимашкове. С технологической точки зрения это ошибка. За Пимашкова, как за главу города, голосовали 90% избирателей, а в тот же день по спискам в горсовет выигрывал вовсе не блок Пимашкова, а блок Булькова. Здесь нет никакой детерминации, жесткой взаимосвязи результатов. Ошибочно считать, что Катюков обеспечит высокий результат «Единой России», а в то же время для него самого – это имиджевые потери, потому что не царское это дело, не надо размениваться по мелочам. Если посмотреть на реакцию в информационной сфере, то она преимущественно критическая. Уже одно это означает, что принято неправильное решение. Михаила Михайловича ввели в заблуждение и сделали объектом ненужной ему критики. Напомню, единый день голосования состоится 10 сентября. На пост главы Красноярского края выдвинули 7 кандидатов. Михаил Катюков от «Единой России», депутат Денис Терехов от «Новых людей», «Справедливую Россию» представит депутат Максим Маркерт, КПРФ Андрей Новак, партию «Родина» Иван Серебряков, ЛДПР Александр Глесков, «Зеленых» Ирина Иванова. Помимо этого пройдут дополнительные выборы депутата Госдумы по Дивногорскому округу. Сейчас в парламенте свободен мандат Виктора Зубарева, который скончался 31 мая. Стать депутатом Госдумы может замгубернатора и бывший мэр Красноярска Сергей Еремин. Сегодня стало известно, что он уже подал документы в избирательную кампанию. Также в регионе состоятся дополнительные выборы по Назаровскому андомандатному округу в законодательное собрание. Сейчас мы прервемся на короткие анонсы и рекламу. Напомним, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь. И помните, ТВК – это не только ТВ. Как обучиться IT-программированию и зачем студентам нужны секретные документы? Расскажем об этом после рекламы. А вы уже съездили в отпуск или только собираетесь? Берите с собой в поездку ТВК. На нашем телеканале продолжается летняя рубрика «Отпуск с ТВК». Как принять участие? Вы смотрите новости на телеканале ТВК. Наш телефон – 200-00-65. А я напоминаю, что сегодня, сразу после выпуска новостей, мы обсудим, что делать, если соседский ребенок плачет, нужно ли звонить в полицию или органы опеки, и как не навредить нормальной семье в случае ошибки. Звоните 200-00-65. Обсуждение стартует после выпуска новостей. А мы продолжаем эфир. В Красноярске определили победителей конкурса по организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Кировского и Свердловских районов. Школьники будут кормить красноярская компания «Краспит». В остальных – межрегиональная кейтеринговая компания из Мордовии. Победителям конкурса предстоит с нового учебного года обеспечить горячим питанием порядка 111 тысяч красноярских школьников. К слову, ранее мордовский подрядчик вызвал подозрения у участников торгов. Они даже обратились в краевое МВД, прокуратуру, УФАС, губернатору и депутатам Госдумы. Подрядчики утверждали, что компания из Мордовии участвует в конкурсе нечестном. Якобы заместитель директора компании заказчика и представитель мордовского подрядчика – родные сестры. Об итогах ведомственных проверок пока не сообщалось. Однако в мэрии заявили, что все правила торгов соблюдены. Процедуры торгов были организованы в соответствии с действующим законодательством и закупочной деятельностью Российской Федерации. Да, для нас мордовская компания – это новичок на рынке операторов питания города Красноярска. Но, насколько мы успели выяснить, это не новичок к вопросам социального питания в целом. Соответственно, нам предстоит близко познакомиться с этой компанией. Сразу после заключения договора мы обязательно организуем совместную встречу и зададим свои вопросы, которые у нас, безусловно, имеются. Послушаем вопросы наших партнеров из другого региона. И в любом случае, совместно с нашей дирекцией по организации школьного питания, совместно с новым оператором питания, мы точно будем стремиться к максимальному качеству оказания услуг для детей. До 1 сентября операторы должны будут подготовить пищеблоки, решить все организационные процессы, согласовать меню с администрацией школ. Контракты с компаниями, которые выиграли тендеры, будут действовать с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2024. За первый квартал 2023 года произошло почти 130 миллионов утечек персональных данных. Жертвами оказались клиенты крупных финансовых и страховых компаний, госструктур, а также компаний в сфере информационной безопасности. Помогают обезопасить людей от мошенников, айти-специалисты. Программисты учатся этому в университетах и даже состязаются в защите персональных данных на конкурсах регионального и федеральных уровней. В одном из таких соревнований поучаствовал им аналдой специалист из Красноярска. Он занял второе место в отборочном этапе чемпионата России по корпоративной защите информационной безопасности. Как студент готовился к конкурсу и для чего программистам нужны секретные документы, расскажет Александр Козлова. Красноярцу Никите всего 20 лет, а в мыслях только IT-технологии и добрые намерения. По словам студента, у него была тяга к компьютерам с самого детства, но позже это переросло в дело жизни и профессию, в которой Никита начал стремительно набирать обороты и занимать призовые места на межрегиональных и федеральных чемпионатах. Я учил хорошо соображать компьютеры, и я потом решил пойти на специальность, используя на вот эту безопасность, чтобы как раз и понять, в чем смысл ее. И предложим в этом варианте, и мне предложили еще также участвовать в чемпионате, корпоративная защита. И после этого я как бы заинтересовался вот этим, и мне очень стало интересно, что будет дальше. И я начал заниматься, готовиться в сентябре того года, в 2022 году, и уже выступил в регионале, а также уже в межотборочном этапе. По данным ВЦИО, IT-специалист – самая популярная профессия. Программисты преследуют разные цели – разработка сайтов и приложений, VPN-сервисов и программного обеспечения для операционных систем. Но самое главное – создание задач для защиты персональных данных. Только за первый квартал 2023 года произошло почти 130 миллионов утечек персональных данных, крупных финансовых, страховых компаний и госструктур. На федеральных и межрегиональных чемпионатах по корпоративной защите информационной безопасности оценивают, кто быстрее и правильнее выполнит все задания за несколько часов. Причем задания бывают разные – от создания функции в Excel-таблице до поиска секретных документов. Ну, нам давалось, то есть у нас идет три дня у чемпионата. То есть первые два дня – это ДЛП-система, то есть это как раз политики. А третий день – это уже ВИПНЭТ. И давало где-то по пять с половиной часов. Самое сложное – это был аудит. То есть это работа с документацией. То есть надо было собрать пакет документов, которые необходимы, задания, и потом уже задавать. А просто собрать документы, которые, например, то есть то, что сотрудник перечислил кому-то там персональные данные, и надо собрать пакет документов, чтобы его наказать там или уволить. Таким навыком обучают и в университетах Красноярска. Кураторы и преподаватели усиленно подготавливают участников соревнований ежедневно круглый год. Зачастую им приходится справляться на ходу с изменением технологий проведения конкурса, переходом на другие программные системы и отсутствием информации. Сложно, наверное, в том, что все-таки идет очень быстрый переход на бесплатное программное обеспечение и на российское программное обеспечение. С ним есть некоторые особенности работы, причем они кардинально отличаются от того ПО, с которым мы привыкли работать. Вот здесь приходится учиться постоянно и буквально там на коленках ночью, утром, в перерывах вычерпывать информацию, пробовать, тестировать. Иногда не получается, иногда даже нет никаких руководств пользователей, никаких описаний, как это делается. Сейчас у Никиты следующая цель – федеральный конкурс в Санкт-Петербурге, который пройдет в ноябре 2023 года. А пока уже бывший студент продолжает изучать тонкости компьютерных программ и разрабатывать новые пути для защиты данных. Александра Козлова, Артем Мячин, ТВК. А вы уже съездили в отпуск или собираетесь? Беритесь с собой в поездку ТВК. На нашем телеканале продолжается летняя рубрика «Отпуск с ТВК». В эфире нового утра ведущие звонят отдыхающим красноярцам, чтобы они поделились впечатлениями от отпуска. География обширная – от Узбекистана до Алтая. Вопрос такой. У вас что там, фотообои сзади? У нас собственное озеро. Представляете, мы сняли парку со своим персональным озером на территории Тридомика. И, собственно, вот эта красота наша. Летом, когда все отправляются в отпуск, наша редакция продолжает работать. Но нам бы так хотелось вот этот отпуск разделить с нашими телезрителями. Именно поэтому мы и собираем истории, куда поехали, что такое любопытное видели, что ели, с какими эмоциями домой возвращаются. Мы просим писать во Вконтакте. Можно напрямую нам написать и рассказать о своем отпуске. Мы потом свяжемся в прямом эфире. А можно свою историю выложить на своей страничке. Главное поставить хэштег «Отпуск с ТВК». И тогда мы с вами свяжемся и как раз и узнаем, а как оно у вас там в отпуске. Если вы тоже хотите поделиться интересными местами и показать, где вы отдыхаете, пишите в соцсети «Нового утра» с хэштегом «Отпуск с ТВК». Расскажите, как вы все-таки здорово отдыхаете и как это классно позволит себе отдохнуть. Медведь Диксон уже вовсю идет на поправку. Он стал чаще двигать парализованными лапами. Об этом сообщили в московском зоопарке. Там хищник сейчас находится на реабилитации. Также ветеринары показали видео, где медведь плавает в бассейне. Так он не только спасается от жары, но и тренируется. Пребывание в воде снимает напряжение в мышцах и стимулирует большую подвижность, говорят зоологи. В последние дни он много времени купается в бассейне. Диксон с удовольствием подплывает к посетителям, чтобы пообщаться. Напомним, белого медведя нашли в прошлом году на острове Диксон с парализованными лапами. Специалисты обнаружили около 50 огнестрельных ранений у животного. Хищника перевезли в московский зоопарк на лечение. С 1 августа цены на соки и газированные напитки вырастут на 10-20%. В чем причина? Подробнее об этом и не только расскажем в рубрике «Новости коротко». «Новости коротко». Цены на упаковку и импортные ингредиенты, а также акциз на сахаросодержащие напитки. Эти аспекты дорожают из-за падения курса рубля. Новую школу планируют построить в Ветлужанке. Ее расположат на пересечении улиц Чернышева и Елены Стасовой. Участок уже перешел в муниципальную собственность. Как сообщили в администрации города, школа сможет принять 1280 учащихся. Но в мэрии рассматривают вопрос об увеличении вместимости образовательного учреждения. Средства на строительство объекта выделят из бюджета на 2024-2026 годы. Возможно, привлекут краевые и федеральные бюджеты. С начала года в Красноярске произошла 181 авария с участием пешеходов. О статистике ДТП в Красноярске рассказали сотрудники ГИБДД. При этом по вине пешеходов произошло 67 аварий. Из-за столкновений погибли 6 человек, еще 64 получили травмы разной степени тяжести. Более 2,5 тысяч водителей не пропустили пешеходов на зебре. На Красноярские дороги с целью профилактики наездов на пешеходов вышли дополнительные экипажи инспекторов ДПС. Редактор субтитров А.Семкин